Девушки отдыхают Девушки отдыхают За его же пределами Значительная часть их оставалась на поверхности Из-за нефти свергли Мохаммеда Масадыка в Иране Рамула Гальегаса в Венесуэле И еще полтора десятка правителей Из-за нефти Биафра решила отколоться от Нигерии Картографы из Каракаса Закрашивают как венесуэльскую территорию Половину соседней Гаяны А все потому что эта территория пахнет нефтью За счет советской нефти В течение почти 50 лет Удавалось удерживать в одной связке Страны Варшавского договора Что обеспечивало биполярное устройство мира В результате нефть сыграла злую шутку Из самой советской империи Нефть вообще Всевременная кормилица России Вот с 1873 года Так назвали одну нефтяную скважину Когда ударил фонтан Назвали кормилица И вот до сегодняшнего дня И на грядущее десятилетие Нефть кормилица Вся мировая политика Крутится возле не столь нефти Сколько нефтяной ренты Потому что именно нефть дает сверхдоходы Еще не случайно В начале своей деятельности Черчилль очень быстро понял Всю выгодность нефти И говорил о том Что в конечном итоге Это то что будет определять политику В начале 20 века Группу лидеров в нефтедобыче Возглавили США и Россия Главную конкуренцию техасским промыслам Составила нефтедобыча На Абширонском полуострове Каспия Нефть промышленная Начиналась с того Что копали колодцы Как правило небольшой глубины Добывали нефть Черпая ее ведрами Потом появились установки Которые назывались свабами Когда в скважину спускалась Труба заполненная Желонка, сваб И поднималось определенное количество Нефти на дневную поверхность Все это выливалось Ну так как у нас Нефтяная промышленность Страна зарождалась В Бакинском регионе То естественно Основным транспортным средством Были верблюды Да и для добычи Использовались верблюда Для подъема Желонок, свабов Использовалась Вот тягловая сила верблюдов И перевозка нефти шла На небольшие расстояния В бурдюках Которые грузились на верблюдов И транспортировались на задное Ветер-революции в 17-м году В Санкт-Петербурге А в 18-м году В Баку Власти националисты В советской власти Там уже не было Там были расстреляны большевики Вот 26 бакинских эмиссаров Власть в руках у Мусавата Национального азербайджанского правительства Все нефтепромышленники бежали Но остались промысла Причем нефть Знаете, такой маленькой струйкой Была жизнь И тем не менее Резервуары наполнялись Продуктом переработки И когда в 20-м году Туда вошла Красная Армия Была установлена советская власть И 28 мая 20-го года Была национализирована Национальная промышленность То первое, что потребовал Сталин Как можно быстрее вывозить На мировой рынок нефтепродукты Диктатуру пролетариата в Азербайджане Можно было назвать бархатной Массовая коллективизация И повальная борьба с религией Проводились в регионе Крайне осторожно Оно и понятно Нефть шуток не любят Каспий и Северный Кавказ Оставались центром Советской нефтяной промышленности Вплоть до Второй мировой войны В нашей политике Всегда существовала мысль о том Мысль подспудная какая-то О том, что все равно на нас нападут Страны Западной Европы Все время для нас казалось Что они вынашивают идеи Вот войны с нами Поэтому задача создания Второго Баку Была серьезной Тем более Баку выдвинут В значительной степени Как-то на восток Хотя у нас существовали Очень хорошие тогда отношения С восточными странами Европы Вторым Баку Назвали богатые месторождения нефти Освоенные в отго-уральской Нефтегазоносной провинции Эта нефть была важным подспорьем Для индустриализации И укрепления обороноспособности Страны Советов Особенно в преддверии Великой Отечественной войны Гитлер, начиная войну Великую Отечественную войну Для нас Он начинал Не имея Крупных источников Единственным источником Это была Сама небольшая добыча В Германии И Румыния Которая в Европе Добывала больше всех нефти К началу Второй мировой войны Для экономики Европы Конечно нефть была В условиях войны Одной из самых Извиненных точек И конечно в этой связи Стратегия продвижения В районы Интенсивной Нефтедобычи На Северном Кавказе И Закавказе Конечно Была одним из важнейших Факторов Военного планирования Немецкого генерального штата Нефтяной расклад Перед началом Второй мировой войны Был таков Английские нефтяные компании Обеспечили себе Концессии в Катаре Маскате И Амане После ожесточенной борьбы Между нефтяными монополиями У пяти американских компаний В странах Ближнего и Среднего Востока Оказалось больше половины всей нефтедобычи Надо признать что В так называемую Геополитическую школу Которую придумали англичане С американцами Нефть вошла очень прочно Как военно-стратегический фактор Это чисто английская Геополитическая традиция У них геополитика это нефть и трубы И отсюда бесконечное стремление Британской империи К контролю за месторождениями Это ведь именно они открыли нефтяные месторождения В Саудовской Аравии На Ближнем Востоке Пока англичане туда не пришли Там кочевали бедуинские племена И никакой другой жизни не было просто Германия подошла к накрытому нефтяному столу Когда для нее там места уже не было Столы столами Но к началу Второй мировой войны Нефтяные богатства были распределены Между будущими союзниками Советского Союза Поэтому накануне войны Гитлер разъяснял Генералам Вермахта Что в первую очередь необходимо прорваться к Кавказу Чтобы овладеть кавказскими нефтяными районами Но на чем же Гитлер пришел к нам? Он пришел на синтетическом топливе Которое вырабатывали из угля Огромные угольные бассейны Германии Работали на производство синтетического топлива Ну, в общем, и по качеству, и по количеству Германия не могла обеспечить такую огромную армию Гитлеровские войска, которые направлялись на захват Грозного Туапсе, кстати, не захватили И откуда нефть отправлялась в другие районы И, значит, в Баку они даже везли с собой трубы Чтобы мгновенно начинать вот эту самую Трубровод проложить и мгновенно начинать выкачку Если вспомнить самым молодым наркомом нефтяной промышленности При Сталине стал Николай Константинович Байбаков Вот Сталин поручил ему заняться консервацией промыслов Краснодарского края и Грозненского региона Причем очень интересно рассказывал Николай Константинович о том Что он сказал Если немец сумеет добыть нефть из ваших скважин Мы вас расстреляем Но если после того, когда мы изгоним немцев Мы придем туда и не сумеем их быстро расстроить Мы все равно вас расстреляем Байбаков сделал все как надо Но уже когда они взорвали скважину Половина нефтяных месторождений Грозного Была таким образом уничтожена Дальше немцы были остановлены И сам Байбаков уже шел через горы Его объявили, что он погиб А он через горы своей командой взрывателей Прошел, все-таки вернулся Живым и невредимым То есть немцы не получили ни капли А трубы, которые они привезли Оставили, бросили при отступлении И использовались потом Для провожения трубопроводов в этом районе В это же время нефть спровоцировала военный конфликт И на другом конце земного шара Случилось это после нападения Японии на Индокитай Спичкой, брошенной в пороховую бочку Стало решение президента США Рузвельта О введении эмбарго на поставки нефти в Японию Когда американцы ввели нефтяной эмбарго На поставки в Японию Они объективно подтолкнули Японию К тому, что начало войны с Америкой Это единственный путь, к которому они могут пойти Они понимали все риски этого пути Они понимали всю мощь американской экономики Но когда они оказались в ситуации При которой через полгода вся экономика Японии остановится То в общем они и приняли то решение, которое приняли 7 декабря 1941 года Пирл-Харбор В это трагическое воскресенье Америка потеряла свой Тихоокеанский флот А через неделю, 14 декабря в Берлине При награждении посла Японии Генерала Осима Ордена Большого Креста Золотым Орлом Гитлер скажет Вы правильно начали войну Кончилась война Мы стали восстанавливать нефтяную промышленность В 1946 году, первый год, это были выборы, выступает Сталин И заявляет, что мы должны обеспечить добычу в течение 15 лет ближайших 60 миллионов тонн нефти И Байбаков говорит, мы схватились за голову, потому что это были ошеломляющие цифры После 1946 прошло 40 лет В 1986 мы в 10 раз больше добыли нефть 620 миллионов тонн Но это не спасло нас от случайности А Сталин говорил, что 60 миллионов могут спасти нас от любой случайности Добыча нефти на Каспии снова начала расти после войны И в 1951 году достигла рекордного уровня Крупнейшим успехом тех лет было и открытие уникального Самого крупного в то время в мире ромашкинского нефтяного месторождения Давшего начало эпохе большой нефти Татарстана Долгие годы им гордились советские нефтяники Дорогие товарищи, друзья Знаменательное событие отмечают сегодня нефтяники Дважды орденоносного Татарстана Добыт миллиард тонн нефти из земли Татарстана Начиная со второй половины 50-х годов Уже 75% нефти в Советском Союзе поступает с месторождений по Волжье и Урала А в начале 60-х Союз опередил по добыче Венесуэлу И вышел на второе место в мире после США С этого времени Советский Союз становится активным игроком на мировой арене нефти И стремительно завоевывает европейские рынки Хрущев сказал, что мы должны восстановить экспорт нефти В 56-м году она появилась в Европе И опять-таки цена была конкурентная Будем называть ее такой Вбросы больших объемов российской нефти привели к тому Что к началу 60-х мировой рынок стал захлебываться нефтью Тогда-то и произошли события, которые оказали влияние На весь дальнейший ход истории мирового рынка углеводородов Западные компании-консессионеры В нарушении существовавшей договоренности со странами, в которых они добывали нефть Покусились на основу их благосостояния Дважды, сначала в 59-м, а затем в 60-м году Ими была снижена цена на нефть Это означало, что правительство ближневосточных стран потерпели убытки И немалые Шейхи Ближнего Востока объединились в справедливом гневе Так возникла организация стран-экспортеров нефти ОПЕК Так что Советский Союз косвенно поспособствовал созданию ОПЕК Правда, приложил им к этому не руку, а в брошенную на мировой рынок советскую нефть Кстати, тогда, в начале 60-х, Хрущев затеял реорганизацию управления нефтяной отраслью Власть передали на места, и руководство из центра было потеряно Несмотря на то, что тогда Хрущева больше увлекала кукуруза, к нефти он относился уважительно Нефть уезжает на Запад, с Запада приезжает зерно За нефтяные деньги мы покупаем западное же оборудование, которое, как правило, просто сгнивает во дворе При этом мы говорим, что мы великие, мы сейчас победим Запад Когда мы первый раз в 1963 году импортировали в крупных объемах зерно 12 миллионов тонн Потратили на это третий золотой запас страны Хрущев говорил о том, что такого позора страна больше терпеть не может Дело в том, что мы потом, скажем, в 70-х годах уже экспортировали по 30 миллионов тонн А в начале 80-х по 40 И нужно было чем-то за это платить Очень квалифицированный председатель от министров Советского Союза Алексей Николаевич Косыгин Имел обыкновение звонить руководству Тюмени нефтегаза И говорить, что ну дайте еще 3 миллиона тонн нефти сверх плана А то с хлебом совсем плохо В середине 60-х годов на сырьевой карте мира появилась Западная Сибирь Геологические открытия этих лет были названы открытием 20 века Советский Союз начал осваивать колоссальные запасы нефти и газа Видимо, природа так распорядилась, что в нашем большом государстве Эти большие запасы нефти, газа, да и других, понимаете, минеральных источников, которые есть Они оказались на Урале, на Севере, значит, в Сибири и так дальше Но это было очень тяжелое дело, потому что доступ туда было очень сложно Затраты огромные должны были Потому что освоить что-нибудь из подобия того, чего мы имели А увеличить это надо было несколько раз И добычи нефти, и добычи газа, и их транспорт Почему? Потому что территории наши, как вам известно, огромные Наши стаи земного, суши земного шара Это что-то о чем-то говорить Еще в 1932 году академик Губкин в своем основополагающем труде учения о нефти Писал о нефтегазоносности Западной Сибири Зимой 1935 года в районе села Сургут Геолого-разведочная служба «Востокнефть» провела буровые работы Они подтвердили научную теорию Губкина Но помешала война, и нефтепоисковые работы возобновились только в 1947 году Первое нефтяное месторождение в Западной Сибири, Трехозерное, было открыто в 1960 году Следующие несколько лет по числу открытий побили все рекорды 1965 год стал венцом успеха Страна узнала об уникальном месторождении Самотлор С запасами более 2 миллиардов тонн нефти И вот мы в 70-е годы перемещаемся на север Я вам должен сказать, что это подвиг Его сравнить невозможно, потому что вот я 50 лет работаю Сравнить ничем невозможно Почему? Потому что это абсолютно районы, которые необитаемы были Не было людей, не было дорог, не было ничего, кроме тайги и комаров Огромных величин Причем, я вам даже больше скажу Значит так, это место, в котором практически работать можно было Три месяца Декабрь, январь, февраль максимум А потом уже все Потому что если нет, понимаете, зоны вечной мерзлоты В которых мерзлый грунток То там делать нечего, потому что все природу и журоду еще больше ничего Мороз был побольше, под 50 Но в Азейском месторождении началось 50, 55 Климат за эти годы изменился вообще Вот сейчас В это время был уже мороз такой, что С семьями жили, не просто дети были маленькие Да, это было очень такое время Люди держались, терпели Продукты все доставлялись вертолетами Летали мои вертолеты, дороги здесь не было Вообще мы сюда, на вазе летали вертолетами Раньше мы 400-500 рублей это считали за праздник По шестому разряду А сейчас уже под 50 тысяч, это мало считают За 15 дней были времена, конечно Но и что, люди жили, держались Ну и романтика, любовь, любовь везде потянет Ну те, которые приезжали особо за деревьевым рублем Они не держались И сразу, видно, как этот человек работает Который посвящает себе работу А если он приехал там, чтобы урвать То он сразу его Больше полгода, год И он рассчитывался, уезжал Тогда же началось грандиозное строительство транспортной инфраструктуры В отдельные годы прокладывалось до 26 тысяч километров трубопроводов В том числе 15 тысяч километров магистральных В 1964 году был построен первый в Советском Союзе экспортный нефтепровод «Дружба» Канун Великого Октября на границе Советской Белоруссии и Польской Народной Республики Произошла встреча строителей нефтепровода «Дружба» В торжественной обстановке в присутствии трудящихся Брестской области и Белостокского воеводства Состоялось соединение советского и польского участков трассы Высокая честь сварить последний шок выпала лучшим сварщикам Евгению Гаврилову и Франтишеку Гломбу Дорога советской нефти в Польскую Народную Республику открыта Я горжусь, просто горжусь, как инженер, как гражданин, что я был участником того поколения, которое все это создавал Мы знали, что делаем, мы работали на государство, на его имидж не только внутри, но и во всем мире И потому стал великим Советский Союз, понимаете, когда он стал второй мировой державой мира В моей жизни столько много было вот этих зажиганий факелов Или назывались у нас красные стыки Я все на западе красные стыки, которые идут в вот эти системы Я их называю теперь нефтегазоносными артериями государства, понимаете Я везде в них участвовал в последнем стыке Поскольку я работал тогда в Украине очень много, это и Карпаты переходят И мне, конечно, приходилось заключительным и ответственным по этим участкам Это был триумф человеческого внутреннего счастья Единственной европейской страной, которую не обрадовала появление нефтепровода Дружба, была Румыния И понятно почему Крупнейший производитель нефтепродуктов лишался монополии в Европе Румыния в те годы добывала примерно 12 миллионов тонн нефти Но, следуя своим амбициям, Чаушевску сказал, что мы настолько богаты, что мы должны иметь на каждого жителя одну тонну нефти А население Румынии в те годы было 18 миллионов Так они 6 миллионов покупали на Ближнем Востоке, чтобы в сумме иметь 18 миллионов И говорить, что мы самая богатая страна, у нас приходится тонна нефти на каждого жителя Румынии Но одна страна могла назначать любые цены Она могла продать вам столько, сколько она хочет Естественно, Европа откуда-то подпитывалась нефтью Откуда? Это Ближний Восток, это Африканский континент Это Алжир в основном Это страны Ближнего Востока Это Иран, Ирак Значит, но все равно это нефть дорогая была для Европы В 1964 году был построен нефтепровод «Дружба», так называемый По этому нефтепроводу шла нефть к странам социалистического лагеря по символической цене Причем был в основном бартер Мы посылали нефть, скажем, из Болгарии получали овощи, фрукты Посылали нефть в Венгрию, получали там продукцию какой-то химии Посылали ее в ГДР, получали продукцию нефтехимии, там, ширпотреб различные на синтетике Мы обрекли себя на импорт продукции сельского хозяйства Единственной вот этой вот расчетной величины были нефтедоллары И это уже превратилось в страшную болезнь И тогда уже вот нефтяная игла и прочее, и прочее, настало развращать В 1966 году было открыто крупнейшее в России уренгойское газовое месторождение Второе в мире по запасам В 1967 году был проложен первый магистральный газопровод из Западной Сибири Был подписан контракт века, предусматривавший поставки газа странам Западной Европы В 80-85 годах было построено 6 газовых магистралей системы Уренгой-Памары-Ужгород Это протяженности 1400 примерно километров Вы представляете, этот газ надо подать Это огромное количество, уже говоря, переходов и труднодоступных условиях Уложить трубопровод 1400 Причем мы тогда уже перешли на диаметр самый высокий 1400 миллиметров Это, знаете, чтобы представить его на минуточку Это наш запорожец-машина, маленькая машина Спокойно может заходить в эту трубу Грандиозная система в 4,5 тысячи километров Была сооружена за полтора года при нормативе в 5 лет Эти цифры на фоне современных трубопроводных проектов последних лет На Каспии, в Центральной Азии и других регионах мира Втрое меньше протяженности и стоимости не могут не поражать Американский президент не верил, что такими темпами Можно построить, понимаете, трубопровод такой длины и такие сроки И он говорит, это заключенные строят И еще приписал почему-то вьетнамцы И вот я помню, как приехали в Карпатах Я находился, и приехало 200 журналистов Со всего мира Видите ли, Рейган сказал, что надо это... Идите сюда И вот я вам показывал, наши бригадиры Над ними смеялись со склонов, когда они подходили Туда везде зайти не могли И снимали все это дела Они говорили, вы что, какие вьетнамцы, какие заключенные Мы, советские люди, строим Вот то, что мы строим Вот смотрите внимательно, понимаете Советский Союз действительно выступил флагманом в трубопроводном транспорте Но у нас не было другого варианта Для того, чтобы перекачать нефть из Сибири в Европу Где она в основном потребляется в нашей стране Нужен был трубопроводный транспорт И Советский Союз создал современную систему трубопроводного транспорта Правда, к сожалению, во многом на импортной базе Первоначально трубы широкого диаметра импортировались Только недавно мы стали их сами делать Но, вообще говоря, это было разумное, абсолютно технологическое правильное решение Которое обеспечило относительно дешевую транспортировку нефти и газа Из добывающих регионов потребляющим В 1973 году мир встряхнул нефтяной кризис А дело было так Тогда ОПЕК начала жестко бороться за прибыль на нефтяном рынке Масла в огонь добавила арабо-израильская война Соединенные Штаты помогли Израилю вернуть утраченные территории Но ОПЕК выступила против политики США Введя эмбарго на поставки нефти в эту страну И увеличив на 70% отпускные цены Для западноевропейских союзников Соединенных Штатов В одну ночь баррель нефти поднялся в цене в несколько раз Тогда это было немыслимо Товары и услуги стремительно дорожали по принципу домино Причем не только в странах Запада После эмбарго 1973 года Киссинджер и Никсон начали поиски партнера на Ближнем Востоке Их выбор пришелся на Иран Не принимавший участия в эмбарго против США Действительно, для Запада Кризис 1973-1974 года Был болезненным, но абсолютно необходимым лекарством Который не сразу Но за следующие 10 лет подтолкнулся к очень серьезному повышению использования энергосберегающих технологий К резкому снижению энергосберегации внутреннего продукта Для не только Советского Союза, для очень многих нефтедобывающих стран Возникло ощущение такого бесконечного райского праздника Что вот это все навсегда Мировой энергетический кризис 1973 года Когда цены на углеводороды резко выросли Пришелся как раз на период подъема советской нефтедобычи Начиная с 1973 года Советское руководство только и делало, что потирало руки от счастья В погоне за нефтедолларами Государство перестало рассматривать проекты внутренних реформ Перед нефтяниками ставились непосильные задачи Увеличить добычу любой ценой То, как мы эксплуатировали самотлоры Крупнейшее месторождение нефтяное Советской эпохи Ну и сегодня одно из крупных Это вообще пример варварства Просто варварства С точки зрения долгосрочных перспектив добычи Когда ты получаешь лишние 2 миллиона тонн оттуда Но потом у тебя добыча падает в 10 раз Себестоимость вырастает в 10 раз Масса нефти оказывается вообще принципиально Неизвлекаемая, по крайней мере, на основе тех технологий Которым обладал Советский Союз И в результате ты перефорсируешь нефтяную отрасль Вместо того, чтобы иметь постепенное, медленное Позволяющее сохранять перспективы развития нефти Стратегию добычи Ты используешь методы авантюрные Самотлорское месторождение Это, знаете, это жемчужина мировой геологии Вот с точки зрения нефти 12-13 там слоев Там все было обводнено В конечном итоге и сегодня Из Самотлорского месторождения на 85% идет вода Шальная прибыль законсервировала брежневский застой Десятилетия нефтедолларового идиотизма оказалось достаточно Чтобы советская экономика стала полностью неконкурентоспособной Если бы советское руководство вместо того, чтобы закупать потоки импортного шарпотреба Выложило деньги в конверсию военно-промышленного комплекса В освоение новых производств гражданской продукции То мы бы справились с сбалансированностью экономики И спокойно развивались бы дальше На Западе же всем казалось, что нефтяной кризис сметает все на своем пути Но кризисы, и это полезно помнить, имеют хороший терапевтический эффект Благодаря кризису были открыты новые месторождения на Северном море, на Кавказе, в Канаде и на Аляске Но самое главное, кризис заставил мир перейти к энергосбережению Например, выделенные на это суммы в США были сопоставимы с расходами на полет астронавтов на Луну Конец 70-х годов, 80-е годы, это структурная перестройка мировой экономики Прежде всего, американская, европейская и японская на основе информационной революции Внедрение компьютеров, гибких систем автоматизации Привели к кардинальному повышению энергоэффективности И спрос на нефть падает То есть спрос на нефть в 80-е годы упал, потому что мировая экономика адаптировалась Она стала меньше потреблять энергии Энергоемкость производства резко снизилась Поэтому упал спрос на нефть и цена полетела вниз Советский Союз к тому времени действительно сел на нефтяную иглу В том смысле, что главным аргументом для народа в пользу перестройки Горбачев использовал импортный ширпотреб А тем временем президент США Рейган и ЦРУ Определили наиболее уязвимые точки в экономике Советского Союза И разработали план по его разрушению Главные пункты этого плана Во-первых, навязать беспрецедентную гонку вооружений Во-вторых, сократить советские валютные доходы от экспорта энергоносителей Политика вокруг экспорта советской нефти и газа Приобрела критическое значение в тот момент, когда Американцами владела безумная идея Рейганом Уничтожить Советский Союз Никому эта идея в голову до Рейгана не приходила И вообще казалось, что Советский Союз это несокрушимая империя, которую все боялись Но нашлись люди, которые объяснили американскому руководству ЦРУ о том, что Советский Союз критически уязвим от высшего руководства Вот надо в высшем руководстве страны посеять панику Спровоцировать их на ошибки И страны начнут рушиться Что, собственно, и произошло Гонка вооружений сжирала до 85% бюджета Советского Союза А перипетиям сговора по снижению цен на нефть на мировом рынке Могли позавидовать самые талантливые мастера детективного жанра Было несколько очень крупных, насколько я понимаю, операций ЦРУ Одна из которых была связана со срывом поставок труб большого диаметра Создание труб большого диаметра, которые не позволили вовремя построить газопровод в Западную Европу А другой раз мы купили На самом деле не существовавшую технологию вертикального бурения Вернее, не купили, а украли Ее не было, ее признали бесперспективной, но ее украли Но проблема заключалась в том, что так был установлен Советский Союз То есть, несмотря на слова о том, что мы передовая экономика и передовая наука Решение о внедрении тех или иных научных разработок в значительной степени принималось в КГБ А в КГБ оно принималось так Вот узнаем, что это делается на Западе? КГБ говорит, давайте и у нас Ну, с такой технологией мы были обречены отставать от Запада И, б, это как бы не приводило ни к чему страшному, пока Западу это было по барабану Затем штаты сговорились с Саудовской Аравией о снижении цен на нефть Коварный план сработал Советский Союз потерял 13 миллиардов долларов за год Плюс к этому США искусственно снизили и курс доллара Это обошлось в Москве еще в 2 миллиарда долларов В тот момент, когда Рональд Рейгард действительно начал с нами воевать Воевать, не применяя оружие То это все буквально разрушило в советскую экономику И все увидели, что король-то голый Потому что понятно, что это не произвело бы никакого действия на советскую экономику Если бы она была тем, чем советская экономика себя воображала Если бы она была действительно самой передовой экономикой в мире То падение цен на нефть и увеличение военных трекций Привело бы на ворокую расцвету К тому же стабильные покупатели советского оружия А это Иран, Ирак, Ливия и другие страны Из-за того, что цены на нефть упали Приобрели его на 2 миллиарда долларов меньше, чем обычно Падение цен на нефть, разрушая советскую экономику А вместе с ней государство Одновременно способствовало подъему экономик Запада и США Ведь половина потребляемой ими энергии была экспортной Безумие было в том, что мы решили нефть долларами закрыть все дыры Оставив без внимания комплексное развитие всего народного хозяйства Сельское хозяйство было запущено Угольная промышленность, которая должна была развиваться К тому времени технологии уже известны И сейчас меня удивляет, почему без внимания угольная промышленность Уголь, это при умном использовании Та же самая нефть С некоторой добавкой Это великолепное топливо для техноэлектроцентрали Советская экономика, заменяющая работу собственных отраслей валютой и импортом Не смогла подняться с колен без нефтяного допинга Даже стремительно растущий экспорт газа не спас ситуацию Соответственно, когда цены на нефть упали Резко снизились наши экспортные доходы Пришлось срезать импорт Срезать импорт очень не хотелось Потому что народ уже привык к этому определенному уровню потребления Начали лезть в долги И в итоге всего за 5 лет Советский Союз набрал почти 100 миллиардов долларов долгов Ну и затем прекратил свое существование В начале 90-х годов Российскую нефтяную промышленность Сравнивают со смутным временем в российской истории В 1991 году Некогда всемогущий Миннефтегазпром приказал долго жить Тогда никто толком не понимал Кто кому подчиняется и что кому принадлежит Предприятие было государственное, экономика была рыночная Это приводило к тому, что сидел на месте красный директор Которому приходил бандит и говорил Ну вот дай мне 20 вагонов нефти А я тебе когда-нибудь в будущем заплачу Я иногда бандит и этого не говорил Я просто приставлял пистолет к виску директора нефтезавода И тут отпускал 20 вагонов, скажем, бензина Ну приходил другой бандит Говорил, отпусти мне 40 вагонов бензина Он приходил третий Приезжает компания Ну будем говорить людей Вот мы здесь теперь руководим, вы никто И самое парадоксальное, что никто Вот эту Как вам сказать Беззаконие не останавливал Плод до Будем говорить даже руководства республики Это было в республике Коми Которая в так называемое смутное время По показателям развала нефтяной отрасли Занимала первое место в стране В 1995 году там уровень добычи нефти сократился в три раза Такого не знал ни один нефтедобывающий регион России У нас было 53 буровых бригады В управлении по бурению Из этих буровых бригад не осталось ни одной Поверьте Это масса людей, которые были выброшены на улицу То есть вот эта вот ситуация, когда было государственное предприятие А вокруг была рыночная экономика Приводила к тому, что директор распродавал завод даже не за копейки А за какие-то полкопейки И вдобавок И вдобавок производство падало Это стало трагедией для всех А что делать? А как жить? Я работая начальником промысла в то время Поверьте, мне было тяжело учить двоих сыновей Почему? Потому что я наличными деньгами зарплату не получал Нам выдавали какие-то справки Мы ходили в магазин На эти справки брали продукты Но у меня сын в другом городе Я должен ему деньги Я справку не могу послать Поверьте Я всякими правдами и неправдами Шел в магазин Договаривался с переплатой Но мне хоть какая-то бы наличность Для того, чтобы прекратить всякую какую-то функциональную деятельность Люди на нулевом пикете перекрывали дорогу Транспорт не пускали Ухищрялись через колбу по объездной дороге И там перекрывали Об этой забастовке нефтяников не написала ни одна газета Ни одна телекомпания даже не упомянула о том, что весь город нефтяников митинговал 10 дней Новые владельцы месторождения блокировали информацию на всех уровнях Так в лихие 90-е вышки и скважины переходили из рук в руки В ту пору, правительству которому принадлежали практически все акции нефтяных компаний Нечем было латать бюджетные дыры Вставшие на ноги банки и финансовые компании выступили с заманчивым предложением Предоставить правительству кредиты под залог акции ряда крупных нефтяных компаний Если правительство не возвращало кредит вовремя Банки имели право продать находившиеся в залоге акции с аукциона Что в результате и произошло Так в современной России сформировалась новая структура нефтяного комплекса Доля государства в нефтедобыче сократилась до 30% За последние годы впервые обеспечен рекордный прирост добычи нефти Более 40 миллионов тонн В воздухе ощущаются веяния эйфории То, что сейчас делается, это самая худшая авантюра Мы экспортируем сегодня вместе с нефтепродуктами Две трети добываемой нефти Экспортируем половину газа И эти деньги оставляем за границей Для того, чтобы американцы финансировали свои военные авантюры в Ираке и вокруг Ирана Получается так Иран и Ирак Эти ближневосточные государства переживают не лучший период в развитии нефтедобычи Которая является для них основой экономики В Ираке сегодня еще не закончена военная операция США Между тем, по разведанным запасам нефти Ирак занимает почетное второе место в мире после Саудовской Аравии Иранская нефть тоже мина замедленного действия Иран в международную изоляцию, хотя и не такого вселенского масштаба Попал еще раньше Когда в ходе революции 1978 года национализировал нефтяную промышленность Есть некоторое количество стран-сгоев Которые, если они являются, вдобавок, богатыми нефтяными странами И говорят, что, типа, мы тут рабы Аллаха Великая вертикаль, что-нибудь в этом роде Мы вам все можем построить и все продиктовать Это, мягко говоря, не совсем так Но тем не менее понятно, что эти страны очень надоедливые И это очень непрочная и недолгая конфигурация И эта недолгая конфигурация, конечно, кончится тогда Когда будет найдена замена альтернативной энергоносителя И это на самом деле происходит Мы видим, например, что уже сейчас экономически выгодно Производство бензина из сахарного тростника Насколько я понимаю, оно экономически выгодно при 25 долларов за баррель При цене свыше 25 долларов за баррель От этого дела на кукурузу втрое повысилась цена в США От этого дела возросла, по-моему, тоже втрое цена на сахарный тростник в Бразилии Это только один из вариантов Другой вариант – ветряные ветряки Энергосберегающие технологии Когда мы видим, какая-нибудь Швейцария уже топит печкой Где там пук соломы хватает чуть ли не на неделю обогреть весь поселок Все великие события углеводородного века Прошли под знаменем борьбы за нефть То есть за деньги и власть Черное золото породило целую эпоху В которой пересеклись экономические, политические, национальные и религиозные интересы многих стран Нефть – это уникальный дар природы А мы поступаем с этим уникальным даром Неразумно, абсолютно Когда мы поступали неразумно в 19 веке, это можно было понять Когда мы поступали так же неразумно, продолжали поступать в 20 веке Это понять трудно, но еще можно Но так как мы поступаем сегодня в 21 веке, это и понять невозможно Потому что, естественно, нефть и газ – это не в первую очередь источники топлива или энергии Нет, это источники мощнейших нефть- или газохимических комплексов Ведь сегодня нефть и газ могут закрыть все Начиная от белковой пищи на основе парафинов, которые содержатся в нефтях Кончая всем, чем сегодня требует народное хозяйство Норвегия накопила резервы стабилизационного фонда в процентах КОП В 10 раз превышающие сегодняшний российский Они делают это, потому что они полные идиоты Нет, они делают это, потому что они ответственные люди Они не хотят, когда и если вдруг цены на нефть опять упадут в 4 раза Закрывать свои госпитали, закрывать университеты, закрывать школы, распускать армию Вот им всех этих приключений не надо Вот мне бы хотелось, что наша элита, которая в какой-то степени извлекла уроки из краха Советского Союза Понимала бы эти риски и реалии лучше, чем она понимает сегодня Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok